Приветствую вас, командиры! На связи как всегда Блэйкинг с его Jiggy Alliance 2, версии 1.13, с оружейным модом SDO, каршным модом от Wildfire и на улучшенном искусственном интеллекте от Seven, версии 19.75. Начнем с не самой приятной новости для вас и для меня в том числе. Теперь на гугле диске Seven царит полная и абсолютная пустота. Я не знаю с чем был связан этот шаг, возможно это было сделано со стороны гугла, потому что сами знаете в связи с какими событиями в мире творится еще больше лютейшая дичь, чем год-два назад. Возможно это было решение самого Seven, но теперь последние версии улучшенного искусственного интеллекта на русском языке находятся на Яндекс.Тиске. Есть там специальная папочка под названием J2 плюс АИ, где можно найти последние версии на русском языке. Я не зря дважды сказал про эти нюансы, поскольку англоязычные версии сборки 1.13, равно как и экзешники АИ, для них были раньше, что на английском, что на немецком. По-моему там французский даже попадался, но я точно помню, что там были на английском и на немецком языке. Так вот, теперь все эти версии, равно как и сборки на английском, недоступны. Это было решение самого Seven, поскольку он сам писал на форуме, я еще в раздумьях, а надо ли это мне, соответственно, скорее всего, больше поддержки англоязычных версий не будет. Что касается версий искусственного интеллекта на русском, то я опять же не зря сказал, что там на Яндексе находятся последние версии на русском языке, поскольку после отключения на Яндексе находятся версии, по-моему, 25.59 или что-то около того. После того, как Seven ввел новую систему видимостью оптики и фичу с фокусом, я перестал следить за обновлениями АИшника, но заглянув на Яндекс.Диск, соответственно, там это с версией 25.59 или что-то около того. То есть версию 1975, на которую я играю, больше не достать. В принципе, вы можете попробовать подоставать Seven в комментариях под моим видео или же на форуме, можете попробовать написать мне, чтобы мы разрешили этот вопрос с ним, если кому-то вдруг надо версию 1975, и тогда либо он зальет эту версию на свой Яндекс.Диск, поскольку я ему ее перешлю, либо я, само согласие, залью эту версию куда-нибудь, либо мы просто не будем ничего трогать и все оставим в покое и без изменений, так как сейчас все есть. Вроде бы как все из плюсиков, вроде бы слабых, а вроде бы и нет, я нашел, в чем у меня были косяки в настройках ОБС, переделал их и, соответственно, теперь должно все быть видно в качестве, близком к 1080 HD, поскольку поставил я битрейт именно для этого качества. Ну а если нет, то что я могу поделать больше, я уже ничего не сделаю, к моему большому сожалению, моя гирижаблевская машина больше этого сделать не позволяет. Итак, поскольку плановые визиты с ремонтом и не совсем плановые, а заодно усталость от жаги сделали свое дело, то подвалы Орты я штурмовал за кадром. Тем не менее, вывез я оттуда кучку брони Дайнима, по крайней мере большая часть наших бойцов теперь щеголяет в ней, и кое-что мы вытащили из подвалов Орты в плане вооружения и боеприпасов. Так, у нас гирия стала счастливой обладательницей Юсаса-12, который может стрелять в очереди, но при этом весит 8 кило, и также у нее есть 5 барабанов с флетчетами, то есть сотка флетчетов у нее вполне-таки имеется, что очень-очень замечательно. Дальше, что у нас еще по изменениям по вооружению? Сумрак у нас является теперь обладателем штурмов винтовки Хекклера Кох Г-36, у которой тоже, как и у пулемета Хекклера Кох МГ, имеются встроенные прицелы Г-36 3,5-кратности и, соответственно, коллиматор встроенный. Дальше, Шторм у нас сменил свой более тяжелый миномет на легкий, то есть если обычный миномет весит 21-100, то легкий вместе с заряженным в него минус, миной весит 8-7. Дальше, оставил я, как можно наблюдать, в подвалах Орты МакПул и Тавара. С Таваров я снял все-таки коллиматорные прицелы, которые являются точно так же лазерными целеуказателями, соответственно, необходимость в лазерниках ЛАМ-1000 у нас отпала. Но, тем не менее, навеска у нас сохраняется, поскольку вот эти вот лазерники ЛАМ-1000 могут еще и использоваться как фонарик. То есть, поэтому лазерный ЛАМ-1000 и ИТЛ Марс у нас сохраняются вместе. Если бы это был бы, допустим, лазерный целеуказатель или ЛАМ-200, по-моему, то, соответственно, игра бы не дала поставить ИТЛ Марс. Дальше, оставил я в подвалах Орты МакПул, поскольку он хоть и превосходит по своим параметрам КАСП ДВ, но, во-первых, МакПул у нас является паупапом, соответственно, требует больше ловкости для своего освоения и заодно при этом также требует больше очков действия на перезарядку. И он не МакПул, в смысле, не может стрелять отсечкой. А мы сами знаем, что в некоторых моментах боя будет критичнее выстрелить отсечкой и залечь, в то время как, если пытаешься стрелять очередью, то, соответственно, твои бойцы могут лупнуть очередью больше, чем ты им задал, и, соответственно, потерять свои очки на то, чтобы залечь, отойти и так далее и тому подобное. Юрика у нас является третьим бойцом, который теперь полностью экипирован для ночного боя, то есть у нее есть специальный автомат-вал. И, вроде бы как, по вооружению мы все, соответственно, Бонзай у нас забрал связки гранат, вот в одной такой связочке шесть гранат находятся, если ты заряжаешь его в Милькор, в гранатомет свой, соответственно, эта связка потихонечку трансформируется в каждую из этих гранат. И, также, из Орты я забрал следующие образцы вооружения, которые у нас сейчас едут вместе с нами в фургончики. Это крупнокалиберная снайперская винтовка Гепард с 10-кратным прицелом Гипперон, точная, дальнобойная, ваншотает практически все, но весит 18 кило, и, соответственно, затраты очков действия просто выстрели один раз за ход. Вполне возможно, что даже не получится свестись. И очень громкая, к тому же, хотя, с другой стороны, крупнокалиберка и бесшумная. Ну, есть, конечно, такие, но я не помню, чтобы они попадались мне, по крайней мере, в моде СДО. И, судя по ее бронепробитию, по бронепробитию боеприпасов и, соответственно, урону, в теории эти боеприпасы должны пробивать танковую броню. Хотя я могу и ошибаться, и, возможно, они ее не пробивают. Возможно, в последней версии сборки это было добавлено, возможно, нет, поскольку версия сборки у меня достаточно давняя. Но не так уж и страшно. Если что, попробую как-нибудь испытать за кадром на танках. Забрали мы ФНП-90, пистолет-пулемет под патрон 5,7 на 28. Быстро вскидывает. Немало жрет очков действия на выстрелы. Маленькая отдача. Вполне-таки хорошее оружие для дистанции ближнего боя. Но требует 50 очков действия на перезарядку, несмотря на магазин в 50 патронов. И всего лишь 3 магазина патронов у него было. Поэтому ФНП-90 пока лежит в запасе. И, я думаю, особо внимательные также обратили внимание на ракетные винтовки. Две обычные и одна автоматическая, которая лежит у нас в фургоне мороженого. Скорее всего, эти винтовки ракетные также прописаны уже в скриптах в ходе игры. Поэтому даже отключение режима фантастики эти винтовки не убирает. Как мне подсказали в комментариях под более ранними видео, то отключение режима фантастики мне отрезало только возможность закупать боеприпасы Айет, которые также находились у нас в подвалах Орты. А эти боеприпасы у нас, напоминаю, если кто не знает, совмещаются без использования бронебойных и экспансивных патронов красных и синих. Соответственно, первый лучше пропивает броню, второй лучше наносит урон незащищенным целям, а Айет, соответственно, совмещает эти два типа. И отключенный режим фантастики также отрезал мне возможность ставить и покупать УСМы, ударно-спусковые механизмы. То есть мы ставим в этот слот ударно-спусковые механизмы, и, соответственно, вал, который не может стрелять с отсечкой, теперь может стрелять с отсечкой. И даже жуки у нас теперь могут гулять даже в реалистичном режиме, если покопаться в настройках ини-эдитора и, соответственно, их включить. Поэтому можно было бы играть и с фантастическим режимом. Но, по своему незнанию, вот так вот мы все это и выяснили опытным экспериментальным путем. Итак, сегодня мы приступаем к штурму пригорода Медунок в штурм-секторе М6. Противнику может подойти подкрепление с двух сторон, но если я успею вызвать свою двадцатку синих ополченцев и пригнать их сюда к началу боя, и при этом успею поставить заглушку, то, соответственно, бой выйдет покороче. Если дать возможность противнику подвести подкрепление, а это будет 24 рыла, потому что трижды 8-24 еще здесь, 20 бойцов противника, соответственно, бой будет дольше даже чем на 2 часа. А этого я, увы, не хочу, поэтому постараемся сделать все как можно быстрее. Либо, как вариант, мы просто не будем вызывать подкрепление, а разберемся своими силами. В общем, поехали. Как можно наблюдать, у нас в скором времени ожидаются проблемы с бензином. Это надо будет либо искать Дэйвэй и, соответственно, пытаться от него заправляться, либо же тащиться в Драссен, отбивать базу ПВО, искать всадников, прощаться в Тиксу и, соответственно, потом, после Тиксы, вести Шенка в Эстине и, таким образом, обеспечить тебе воздушный мост из Санмоны в Эстине, поскольку, буду откровенен, у нас хоть и есть запас гранат, точнее, гранатометов и гранат, но, зная любовь наших к промахам, соответственно, этого надолго не хватит. Так, выдвигаемся нашими ребятами. Потихоньку, сейчас светло на улице, у нас ночная операция, поскольку до него соваться сюда, это вообще отдельный абзац, отдельная тема для разговоров. Поэтому я принял решение действовать ночью. Выдвигаемся. Ночью, вернее, днем я не стал сюда высовываться, поскольку здесь достаточно открытая местность и, соответственно... И, соответственно, противник нас увидит раньше. Мы увидим противника раньше. Так, здесь ложимся, скидываемся, поскольку тут кто-то открыл дверь. Либо это был гражданский. Так, тут скидываемся. Так, тут на всякий случай тоже скинемся, поскольку, если у нас здесь кто-то находится на крыше, соответственно, надо будет его подловить. Вот здесь фонарик я видел. Так, сапфир у нас устроится тут. Так. По-хорошему мы можем ее убить. Давайте, в принципе, так попробуем и сделать. По-хорошему она сдохнет. По-плохому... Готово. Так. Но... Учитывая, что у нас включен режим зомби, скорее всего, сейчас эта баба проснется. Поэтому... Мы вызываем подкрепление сразу. Я не хочу тянуть все... Очень надолго. Поэтому мы вызовем подкрепление сразу. Останемся на позиции. Дальше. Выключаем тихий режим. Дрон у нас пока пройдет вперед. Здесь ребята пока что караулят. Так, тревога не поднята. Поэтому мы сейчас... Поставили бы помехи. Но ополченцы решили спалить противника быстрее. Ну, тем не менее, пускай. Учитывая, что я реально уже подустал от жаги, в принципе, ничего плохого. Чтобы здесь сейчас началось мочилово, я не вижу. Тем более, что первый ход за нами. Подкрепление к противнику не подойдет. Значит, с чистой совестью пустимся на зачистку. Танков здесь не ожидается. Ополченцы заметили вот эту обезьяну, поскольку он решил включить фонарик. Не, ну я понимаю светом... Вернее... Боязнь темноты, психологические травмы и так далее и тому подобное. Ну, не настолько же. У нас проблемы. Тем более, здесь у нас мертвяк встал. Так, если мы выйдем, мы сможем выстрелить в нее? Да, выстрелить-то мы сможем. Так, давай-ка вот для гарантии. Прилетела. Ну, в башку, но девка не сдохла. Хотя, с другой стороны, мозгов-то все равно нету, так что ничего страшного в том, что она не померла, я здесь не вижу. Тем более, у нас есть подстраховка в виде сумрака. Все прекрасно, все хорошо. Так, мертвяка мы пока не трогаем. Мы залезем на крышу. Скинемся. Так, дальше. Здесь у нас никого нету, так что Юрика с чистой совестью может подойти сюда. О, даже сквозь стену можем прострелить. Отлично, прекрасно, замечательно, отлично. Так, по мертвяку мы пока не палимся, хотя и спада может попробовать пострелять. Ну, у девочки сегодня явно не ее день, поэтому она у нас мажет маленько. Хотя, с другой стороны, давай пострелять дрон. Повалили. Это у нас не подавлено, но это было ожидаемо. Гранату из гранатомета я тратить могу, но не хочу. Хотя, надо бы. Либо по этой бабе, либо еще куда-нибудь. Ну, в принципе, мы закончили, так что давайте действуйте, ребята, дальше сами. Не буду. Я уже, как я сказал, подводить подкрепление к противнику. У него есть, тем более, у кого-то вал. Угу, все, прекрасно, мы успели свалить. Не зря я оставил очки действия на то, чтобы отступить. Она сейчас здесь, так что гидра может вернуться и спокойно давить эту несчастную бабоньку, которая решила покидаться гранатами. А здесь кто-то вкручил... А, ну да, здесь она не одна была. Здесь был фонарик. Раз, два, три, там четвертый. В баре. Ребята устроили ночью ночного отдыха. Не, я понимаю, нахрена спать ночью? Ой, зря она так... Я не знаю, чем она руководствовалась, поскольку здесь есть гражданские ополтусы. И сейчас они сдохнут от газа. Сразу видно, чайлд-фри. Ну, не любят девочек и детей. Так, баба еще живая. Надо бы с этим разобраться. Ребята подсветили. Тем более, как я наблюдаю, что народ более адекватно действует ночью. Днем творится лютейшее дичь, что от моих бойцов, что от противника. Точнее, нет, от противника-то наоборот. Дичь не творится. Кроме ее мало. Но творят дичь ополченцы. Творят дичь мои оболтусы. И, как я сказал, здесь достаточно открытая местность. И, соответственно... Увы и ах, но мы не можем ничем помочь. Так, ладно, давай-ка прострелим вот эту. Так, он подавлен. Хорошо, давай тогда этого. По морде ему прилетело. Так, теперь давай. Прострелим кассом. Ага, понятно. Касс ПДВ такой... Такой не берет. Так. Прекрасно, я вижу вот этого парня. Так, давай мы добьем сразу бабу. Уберем конкурентов. Так, дальше. Сумрак выходим. И убиваем его. Ну, либо наносим очень тяжелое ранение. Поскольку он таки у нас потерял в ловкости. Шторм добежь его? Пожалуйста. Ну, почти. Гидра охренела от такого поворота событий. Решила присесть. Так, когда гранатомет нам не понадобится. Мы смещаемся. Так, дрон на всякий случай сместится сюда. Душевый лук тоже пошел вперед. Так, мертвяк еще очухиваться не собирается. Здесь мы не простреливаем никого. Хотя, в теории-то мы можем попробовать пробить. Правда, я не знаю, попадем ли мы по коммунистике своих или нет. Да ну, его жопу не буду рисковать. Но пулемет ради интереса я сейчас к бару подведу. Мне очень интересно посмотреть, что будет. Так, тут мы продвигаемся. Посмотрим. Так, тот подавлен. Замечательно. Хлобысь. Дружеская Дай-5 По плечу С потерей ловкости. Отстрел ноги. Точнее, четырех пальцев из пяти. Поэтому этот ополченец потерял 34 дни с проворности. Теперь он неповоротливый Мастадон. Хотя попробуйте влепить по ноге Из патронов 7-62-64 Я посмотрю, что от вас будет. Так, ало, я что-то не понял. А что это за Пострелы шип? Так. Этому плохо стало внезапно. Баба пытается выбежать из горчичного газа. Ребенок задохнулся в газе. Нет, я понял отмазку этой Девки, которая кинула горчичку. Скажет, что Несчастное дитё Померло Из-за того, что Мотивник обрадился. Кому-то По башке прилетело И потерял единицу Вернее, потерял столько единиц интеллекта. Если я правильно понял, потерял вот этот Который тут съед... Не тырь, мой фраг. Пожалуйста. Так, молчание с чистой совестью Берит фраги. Хотя нет, вот эта баба-то и кинула Горчичку. Самое главное Она сделала Прибила пару детей Забила Вот эту бабу Любовница не смогла Смириться с тем, что У мужа появилась Новая баба И новые дети. Так что Ничего удивительного я здесь не вижу. Так Теперь Наши ликвидаторши понадобятся Внезапно Так, стоп В теории Сапир, ну-ка уйди-ка отсюда Так, если я сейчас по нему выстрелю, я собью ему скидку Нет, скидку не сбили Опять не сбили Смотри-ка, ему боль А если я сейчас Ну, в теории он не должен по мне начать стрелять Поскольку у него Нету очков действия А вот так вот Мы его с чистой совестью добиваем Правда, мертвяк остался Но этот подавлен Так что мы можем спокойно С чистой совестью пойти и добить Входящий труп с пистолета Так Ножик я не достану Поэтому давай-ка мы сейчас отойдем в укрытие Поскольку По нам кто-то-то дострелял Я слушаю Так, здесь пытаемся пробить этого А я говорил, нельзя трогать детей Так, теперь таким образом мы себе пробили Мы себе пробили проход Так Он подавится Учитывая, что у нас тут крупный калибр Он подавится Так У соперочков действия нету Это ничего страшного Тем более, что она отошла Здесь меняем ствол Наши ребята с чистой совестью подходят Ты меня тренируешь, что ли, сынок? Хотя не будем забывать, что вот здесь еще парень стоял Хотя, может быть, это он свалил отсюда? А, вот тот еще не подавлен Хотя мы его и не видим Он где-то, скорее всего, снаружи находится Да, скорее всего, так оно и есть Но, очков действия у нас нету От отчаяния он пошел в рукопашную А, ну вот он, соответственно Кто у нас был? С пистолетом? С пистолетом? С пулеметом? По-моему, это был пистолет-пулемет Слышишь? Так, газ работает противнику на... Газ работает противнику в качестве дымовой завесы Что интересно, мертвяк попытался стукнуть другого парня А еще один сжался в ужасе Понятно Тот, кто сжался в ужасе, просто у нас Не знаком с голливудскими ужастиками Так что ничего удивительного Импортозамещение работает Ребята совсем не готовы к противостоянию С фантастическими тварями Так, а где здесь был хрен? Я что-то не помню Ну, тем не менее, определенные потери у нас имеются Так, огонь по-дальнему Добить у нас его не получилось Так, ага, этот помрет сам Значит, нам с чистой совестью осталось только добить вот этого Давай с одиночного Дава не тратить дефицитные боеприпасы для ночных операций Выпустим также сюда командира Пускай он тоже здесь поразвлекается Путем промахов и отстрелов задниц Нормально, что бы и нет Дрон, заходи Так Шторм, сними кого-то от этого мертвеца Гидра, ты у нас добей Эту бабоньку Не стал я Эспази Брать куртку-гриль Поскольку Дает она у нас штрафы Так, и поэтому далеко Но стрелять можно Гранату я все-таки от бомбы потратил на него Прямо на него Бум И он контужен Все прекрасно Можно с чистой совестью бежать и расправляться с ним Хорошо быть ночником, который далеко видит Еще есть ПНВ третьего поколения Самый лучший, если я правильно помню, ПНВ четвертого Но я могу и ошибаться Так Тут Эспада у нас возьмет Более дальнобойную снайперку А вот залезть на крышу Нам уже не дают Вот Залезем позже М-ка Это был М-21 Потому что такой Чих Я узнаю Светилку бросили Девка просто подошла Она решила не убивать Ходячий труп Народ продолжает расстрел Но Теперь Мертвец Залезем Нет, я конечно могу Выключить Радиостанцию Чтобы Подвести Противнику помощь И ослабить Соответственно Соседние сектора Но Я уже сказал Тогда Бой будет очень затянутым Больше чем на 2 часа Мне этого бы нафиг не надо Он вошел Охренеть И там я что-то не понял Дети померли или нет Ты меня тренируешь что-ли, сынок? Или это были Мертвяки Так, ладно С этими мы разобрались Поэтому с чистой совестью Можно пока Дорезать Головы Чтобы мертвецы не встали Вообще Очень напряжно Что Ножи В старых версиях СДО Да и по-моему В этих же самых Последних Не хотят чиниться Было бы логично Чтобы их можно было Восстанавливать Даже у ремонтников До определенного порога Типа заточки Этого ножа И все Так Дальше Гидра у нас С чистой совестью Пойдет сейчас И добьет вот этого парня Который лежит Мучается Поэтому надо бы Избавить его От мучения Тем более Что он был С ПП-2000 А я грешил На урбан хаос С его Возможно С его таким С его такой Раздачей оружия Но до сих пор Здесь встречаются Не скажу Что совсем дерьмовые Но Достаточно Любопытные Виды вооружения Так Все Здесь мы с чистой совестью Можем зайти Даже пока залечь Дабы на нас Никто не пялился Отлично Залезаем на крышу Я слушаю Так Давай коляжем Чтобы нас Чтобы нас Никто здесь Не зацепил Гранаты В ход Пошли Я уж было Думал Это Осколочное Хотя 43 миллиметровые Действует По принципу Термоболических Добавный Перехват Чтобы сразу Уйти Голос Юго-Запада Вот Прекрасно Нам здесь Подсветили Так что Мы можем Сейчас привстать И соответственно Пострелять Еще В носу Фургон Мы потеряем Все Нажитое Непосильным Трудом А этого Бы нахрен Не надо Так Вот здесь Вот и вот здесь Давай-ка мы По вот этому Постреляем Подавлен Замечательно Пулемет Правда В упор Не встал Но это Ничего страшного Так Тут Скинемся Оптика нам Конечно же Не помогает Так Тут наших Никого не заденем Алло Он лежит И никого не трогает Ну что за Ладно Добьем в рукопашку С валом парень был Ну да Это был Как раз таки Парень с валом Так Тут Убрать ему Возможность Вас встать Да Сапфир Добей его Кровь Командир Миними Пулинотчик Ну Бооприпасов 5.56 У нас достаточно Так что С письмостью Проблема решилась Еще больше Так Мы тем временем Продолжаем Наше путешествие В неведомую хрень Так Можно даже Шаг вперед Сделать А Я не за кустом Продолжимся А Вот что За мертвяк Стал Хотя Логичнее Было бы Сделать Чтобы Мертвяки И все остальные Тварюшки Включая Кошанов Ходили бы Позже Полчение Продолжается Зачистка От всех Несогласных Сами знаете С чем С новым Режимом Ребят Тут Ополчение Пытается Обойти Тем более Что они Закамуфлированы И им Это Позволительно Уполчение Тем временем Перевязывается Ой Я что-то не понял Судя по С тоном Ребят Здесь все равно Что-то не то Так Давай-ка С отсечкой Там тем более Ребята у нас Напуганы Здесь С пистолетом Попадем 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 Не попадем По-хорошему Надо было бы Попасть По-плохому Я понимаю Что мы стоим И немножко уставшие Огонь на подавление Прекрасно Лучше Командир Хорошо Самое главное Чтобы здесь Никого не оказалось Так Скидываемся Я тут Тут Чистой совестью Присесть Скинуться С оптики И соответственно Пострелять Тут На нашем пути Стоит Балбес Которому Лень Жить Я тут Давайте Ему Поспособствуем Желанию Пожить Противнику Это конечно Не относилось Но он Решил Тоже Пожить Снайпера Я не снимаю Поскольку Это было бы Слишком уж Хорошо Лично для него Гидра у нас Пойдет в обход Не осталось Их Всего лишь Восемь Раз Два Три Четыре Пять Значит Еще где-то Три Ну Если что У нас есть Ополченцы В качестве Желого Щита Это что там Было Слышал Дело Западное Это я понял Ребята Контужены А вот это Было близко К тому Чтобы прилететь Мне по морде Хотя С другой стороны У ополченцев Тоже Есть не особо Такие важные Стволы Это у нас Работает В качестве Пулевого Медика Ну Знаешь Парень Если Тебе За это Доплачивают Я могу Понять Хотя С другой Стороны Если тут Точно так же Как и в России Особенно В российской Армии Если Ты что-то Умеешь Значит Ты будешь Делать Это На постоянной Основе Да Понятно Почему Ты так Бегаешь Страдаешь Фигнять Тут Правда Кусты Здесь Надо Бы Поодиночке Не ходить Так Попробуем Добить Прекрасно Готова Даже Ствол Подкинула Она Контузия Была Контузия У нас Работает Когда Ствол Подкидывает И Соответственно Попадаем По морде Так К этому Взади Пожалуйста Дабы Он Тут Не Вставал Дрон Работай Газ Конечно Очень Мешает Попробуем С Отсечкой Добили Еще Один В Расход Как Либо Поговаривайте С Поговаривай Так Здесь Пока Заляжем Я думаю Что очков Действийный Перехват Нам Хватит Если Он Вдруг Нам Понадобится Я Слушаю По-хорошему Перезарядиться Надо Так Выкидываем Магазин Чтобы Наши Ребята Потом Не Заряжали Их За место Полных То Знаем Такую Любовь Распада Начинает Уставать Держать Линтовку На весу Но противник Сейчас Начинает Ныкаться Насквозь Ну Правильно В плане Того Что Выстрелили В спину С револьвера Пуля Прошла Насквозь Физу Прошли Ну Нормально Если Если Уснуть Соврался Это Вполне Такие Нормально Для него Так Он Того Не Подавили По-хорошему Надо бы Помочь К плохому Я его Не вижу Минус Мертвец Так Здесь У нас Скончался Кто-то Так Так Этого Надо Нам Подобить Ходячий Труп Этот Прикольно Да Согласен Вообще Зрелище Разлетающихся Мозгов Очень Замечательное Всем Советую Медики Конечно К такому Привычны Тем Тем Не Менее Так Гидро Детка Пошли К Вместе С Сумраком Поскольку Прикрытие Тебе Все Так Понадобно Я так Полагаю На Всякий Случай Даже Скинемся Я тут Так Стрелять Тут Человек Пингвин Прилягте Ко Пожалуйста Огонь Ну Прекрасно Нашим Поможем Подавим Так Медведь Пусть полежит Испада В принципе Может тоже Полежать От нее Здесь пользы Никакой Такой Особой Нету Хотя С другой Страны Какая польза Снайпера Ночью Если у нее Нету Бесшумной Винтовки У Испада Она Есть Но Далеко Далеко У нее Бесшумка Тем временем Противник Продолжает Оказывать Недвижую Успугу Не Поняли Это Что За Выстрел Успила Ну Ну О Жди Оборот Косорукий А Ну Это По-моему Один С тех Который Здесь Остался С тыла Обошел Понятно Я тоже Думал Подкрепление Подожди Странно Думаю Какого Хрена Ребята Не в ту сторону Повоюете Маленько Сколько вам С тыла Полупили Надо бы Развернуться По-хорошему В рукопашную С мертвецом Качаемся Качаемся Ну Мы знаем Где еще Третий Ополчение Ни черта Не видно Я Слушаю Так Тут Газ У нас Закончился Да Юрика У нас Пока Останется Вот тут Я думаю Что одной Клеточки Которые Тойдем На всякий Да Так Слушаю Командир Да Здесь еще Наверху Была Снайперша Которую Мы сняли Командир Окей Ну Надо бы Не забывать Что она Там у нас Пусуются Мы ее И не Видим Я Будет сделано Продвигаемся Четверо Раз И два Ну да Раз Два Там Третий Значит Где-то Еще Четвертый Заныкался Ну В принципе Можно Даже Своими Остальными Не шевелиться Давай Подождем А теперь Относительно Хоть кого-то Здесь могут Зацепить А так Полагаю Что он Здесь В кустах Силь Такой вот Коротенький Бой Наверное Поскольку На нашей стороне Чистный Перевес А также Ночь Вон Зря К нему Так Подошла Конечно Ну А по-плохому Если Противник Решит Контру Атаковать В это Место Соответственно Противление Подскачет Опять С трех сторон А этого Бэль Нафиг Не надо А ну Вот Она Мертвер То есть Можно было Спокойно Залезать Так По-хорошему Мы можем Запрыгнуть Сказал Я бы Да Ну вот Запрыгнуть Нам что-то Не дают А Повернуться Ж надо Нет А Запрыгнуть Можно Вот здесь Все Ясно Тогда Мы не Запрыгиваем Магазин Нам тоже Не дострелять Поэтому Сейчас Пока Скинемся Тем временем Наши Садово Огородные Ребята Продолжают Своё Продвижение Главное Чтобы Сторож Не зарядил Ружьё Солью Так Сюда Пока Мы Не высовываемся Да ладно Умирает Я думал Давно Скончался Я тут Да Я думал Этот парень Давно Скончался Один Это точно Вот так Вот и готово А не надо было Подходить Злые у нас Все таки Дамочки Хотя Погода Соответственное Состояние Все ясно Почему они Такие злые Еще один Дебил Которого Смерть своего Товарища Ничему не научила Точнее Смерть его Подруги Может она была Не подругой А Заглядым врагом Тогда я В принципе Согласен Что Ничего Ничему Это не научило Кто-то Газником Подышал Значит Ребята Не все время Противогаза Так Что у нас там По заряду батареи Хотя Из орты Мы вытащили полную Рацию С полным зарядом Так О Достреляем Магазин Я сказал Достреляем Магазин Убьем Отлично Я думаю Срежем Через крышу Бенели А1 Стоп С чем Бенели Р1 300 Винчестер Магнум А 300 Винчестер Магнум У нас Было Так OG36 Еще Прекрасно Можно будет Кого-то из своих Перевооружить Пулемет Амери Так Надо будет После Боя Устроить Интересную Интересную проверку Что у нас Здесь Имеется Баллистические Очки Вот есть Прекрасно Надо будет Стырить Но в целом Неплохо У ребят Прибарахлили Здесь Хотя С другой стороны Чего мы Здесь Удивляемся Так В огородах Благо Пока Никого Нет Хотя Они Могут Ликаться В этих Станиях Отсюда Вывод Нам понадобится Дрон Тем временем Дети У нас Газом Хоть и надышались Но они Пока что Умирают Они Не померли Хорошо Давай потратим Аптечку Попробуем Спасти Не в первых Помощь ли Превязки А Серьезное Лечение Или Отдыхи А Ну то есть Ребята В принципе Могут Выжить Или Нет На всякий Случай Я не уверен Что они Я не уверен Что они Выживут Так что Станем В боевую Стойку Так Тут Никого Не трогаем Нам В принципе Никого Здесь Трогать Отсвечка Что Или Он Осветитель Пульнул Заклятый Враг Продолжает Доставать Тебя Даже После Своей Смерти Типичная Баба В заклятых Врагах Доколебется Даже После Своей Собственно Даже После Своей Смерти А Я понял Это Была Его Жена Поэтому Он Пустил Ее Вперед Когда Она Померла Он С чистой Судростью Пошел Дальше Не зирая Ни на что А она очухалась И решила Его покусать По старой Памяти Выпивая Кровь Понял я Понял Теперь Окончательно Почему Работодатели Не любят Чтобы Вместе Работали Муж и Жена Вот Именно По этой Самой Причине Так Дети У нас По прежнему Помирать Не собираются И вроде Бы это Даже Хорошо А вроде Бы Немножко Напряжно Так Ладно Кто У нас Окажется Систем Угладителем Славливания Славливания Пуль Так Не забываем Укладываться Чтобы Нас Здесь С окном Не подцепили У нас Осталось Три Патрона Все Нормально Двигаемся Дальше К дверям Остальные Наши Ребята В принципе Могут И не Шевелиться Скучноватый Бой Возможно Не спорю О Чё-то Не понимаю Чем он пуляет Это Это Сычки Или Чё Так Ополчению Надо Помочь И Соответственно Добить Мертвяка Ножом А Нет Добили Вот так Хотя Встанет Пару Ополченцев Мы потеряли Если не Тройку А Вон Он Он Сидел На Крыше Все Понял Принял Парень Сидел На Крыше И Река Бы Давно Тоже Присоединился К Атакующим Но Она Стережет Почему Вставать Ты Не Собирай А Понял Я Кто Перехватов Никаких Нету Так что Все Полный Порядок Закуст Так вот Здесь Этого Надо По-хорошему От избавить Я не думаю Что тот Парень Пульмет В нас Какую-то Гранату Поскольку Его Там Запалили Ему Надо Бы Отходить Ну Хрен Его Знает Может Быть Вся Так Тут Местные Жители Здесь На Всякий Случай Присмотрим За Направлением Все Так Все-таки Пуляются А Та Девка Пошла А Вернее А тот Пошел И Обиделся На Свою Убийцу Мало Того Что Ты Мне Жену Прибил Так Она Меня Кусать Пошла Ты Еще Меня Прибил Нечестно Несправедливо Нельзя С какой-то Стороны Я его Понимаю И останется Нам тем самым Найти Ныклющегося Парня А в том Что он Сейчас Не вылезет До Последнего Я в этом Не сомневаюсь Уж больно Эти оболтусы Любят На их Отца Бонзай Ты его Достанешь Нет Ты его Даже Не видишь А так По наводке В принципе Выстрелить Можно Черт Ну Так Даже Мы Увидят Ну Хас Ячим Так А у Нас Только Пулемет У нас Карка Ствол Это И Нет Давай Сменим На пулемет Нам Хорошо Можно и так Пострелять Так Коллиматор Подавлен Да Цапфир Пойдем Детка Я тут Дрон Продвигается Я больше чем уверен Что он Ныкается Где-то В доме Возможно В этом Даже Очень Возможно А тут У нас Продолжает Огрызаться Осеревший Видать А может И обычный Я надеюсь Что все Видно Нормально Качество Нормальное И заодно Меня слышно Более-менее Потому что Я решил Грубить Режим Шумоподавления Конечно Дополнительные Нагрузки На мой Несчастный Процессор Но Возможно Это поможет Хотя В некоторых Играх Например Фиаре Придется Отрубать Иначе Будет Печально Так Движемся Дальше Так И вот Тут Я в принципе Думаю Что Можно И не Открывать Дверку Так Банзай Попробую Его Все-таки Зацепить Отлично Попадание Прямое У нас Имеется А в Тем временем Постреляем С отсечки По башке Ему пролетело Готов Сапфер Пойдем Залезешь Добьешь Его Если что В форме Мертвеца Но Поскольку Еще вот здесь Вот парень Есть То Соответственно Последних Подавленных Не показывается И так По-прежнему Живые Это дети Из Фабл Ага Потому что Ну Очень похоже Что они Оттуда Или В какой Там Игре Дети Были Бессмертные По-моему Это был Скайрим Скайримские Дети Однако Скайрим Ну Новый Лад Прямое Попадание По морде Хорошая Плюха Ну Ну Сейчас Так Скорее А Ладно Его Все-таки Засекли Его Все-таки Замочили Месть За подругу Вместь Нормально А Ну И теперь Мы можем Посмотреть Где Там Пасты Замочу тем более закончили так он либо в этом здании либо вот здесь вот сидит то есть либо вот тут либо вот тут я тут хорошо ну если бы он здесь посетил скорее всего он бы по нам уже начал купить так тут есть стекла где-то вот здесь есть поэтому мы сейчас мертвую зону от стекол так сумрак у нас попытается пробраться сюда по понаблюдать без шумки так тут можно с чистой то есть уже бежать прям посвященной местности с в 98 а вот чего не упал там было вот это очередь с перепуга что да ребята вошли в раж хотя и при этом столько боеприпасов тратить ну можно и так так теперь по-нормальному нам надо очень быстро ваншотнуть парня который заныкался я уже после этого заканчивать так я вижу гражданского я не вижу противника но скорее всего сейчас где-то в уголочке заныкался так вот аж вот здесь вот окно есть так что давай-ка мы сейчас перекатами поползли к этому окну самое главное здесь соблюдать предельную осторожность и не получить по морде а знаю моя любовь к этому мы прекрасно это можем сделать получить по морде в смысле так тут никто у нас больше не встает так что пошли вперед можно конечно юрика врубить режим шпиона поскольку она у нас для того чтобы более-менее нормально провести операцию по захвату боеприпасов вортием переоделась шпиона и соответственно очень быстро добралась до кнопок одна из которых пускает горчичный газ она мне была не особо важна ну а вот вторая подрывала все эти боеприпасы поэтому я переодел ее во вражескую одежду и личико и соответственно она пошла сейчас она конечно может тоже прогуляться но учитывая что у нее но учитывая что у нее шлем дайнима девочка соответственно может запариться так а если мы врубим оптику да хрен его знает видно его там не видно я тут так здесь ничего нету тут вроде бы окно но тут я ничего не вижу бинго так отопьемся воды но скорее всего вот здесь кусается возможно что вот здесь вот я слышала какой-то шум я слышал шум так а ну тут мы не пролезем тут поскольку у нас тут поскольку у нас находится кусты ополченцы тем временем ломанулись сект я слышала какой-то шум перевязка и так далее тому подобное что там заныкался то парень вот скорее всего вот где то вот здесь вот вот в этом вот промежутке в этом уголочке либо как вариант мы можем сейчас пройти просто и прострелить тебе там стену и посмотрите будешь ли ты там находиться либо ты вот здесь так давай-ка мы сменим на короткоствол так и не здесь не прострелили опять не прострелили где ты там находишься так а вот это уже напряг пошел так ладно мы в принципе можем воспользоваться шпионом раскрыт после поднятия тревоги не выдержать проверки она и так закамуфлирована она бы и так не выдержала проверки так тогда с тихим режимом пойдем сейчас сюда что интересно дети никак не помирают ну где-то вот тут вот сидит либо вот тут либо вот тут у меня других вариантов нет насколько мы тут все видим ну да здесь мы ни хрена и не видим ну че, Решкинём встать? да он не здесь либо вот где-то здесь накрится паршивец не тут а если попробовать выбить стекло да он не здесь он где-то вот он либо вот в этом помещении либо вот тут либо вообще здесь почему нельзя послать ополченцев вперед хотя с другой стороны а ну-ка двигаться в точку так и ты в принципе двигаться в точку вот сюда пошли вперед сейчас мы попробуем ополченцев послать хотя один из них по-моему забил и второй тоже так он не здесь здесь есть красавчик замочил замочил так теперь мертвяк сейчас поднимется сейчас вам будет больно так ну мы его прострелили получил по засугам все готово ну дети у нас все равно выжили к моему большому удивлению и это в принципе неплохо что они выжили учитывая учитывая что их гибель скорее всего привела к гибели лояльности это хоть и пригород медуны но это уже считается в городских пределах поэтому лояльность у нас здесь есть так ну что что у нас здесь имеется бенели р1 под патрон 300 винчестер маг неплохое бронепробитие но но у нас во первых есть таки более-менее стоять какой у тебя там прицел стоит так 9 или 7 кратко ну тут 7 кратный был насколько я вижу так ночной прицел 3,5 кратности здесь у нас 4 кратный прицел причем тоже ночной слушайте а неплохо мы тут пробирохлились но так 3 баллистических очка точнее 3 точнее 3 баллистических очков и надо было сначала душу губу забрать его рюкзак поскольку скорее всего я пока не вижу а ну вот он средний подсумок и то что было в среднем подсумке скорее всего мы уже утеряли а нет не утеряли все нормально так патроны дуплекс 6 на 35 вот два хеклера ког g36 вот это очень замечательно можно будет поменять свои штурмовые винтовки но что самое важное нашли советские ночные прицелы то есть их можно поставить на вал и таким образом мы будем видеть ночью еще дальше и два ночных четырехкратные вернее один ночной четырехкратный прицел на западные винтовки свдс нет я все таки не ошибся что где-то есть свд так есть три магазина можно будет распихать на наших но все таки меня больше интересует р1 давайте сейчас поставим на нее семикратку повесим на нее также сошки лазерник если он тут был и был он тут так теперь посмотрим по ну слушайте бенели р1 в принципе даже получше чем наш хеклер то есть он по параметрам выигрывает мало того что сложности он получше в обращении хотя я так предполагаю что за счет девятикратки сложность добавляется по очкам действия поменьше жрет но это опять же за счет того что девятикратки нету но мало патронов патронов мало хотя бы надо так ладно это надо забирать это хрень полезная так уберем мы тогда семи здесь не нужно дальше 545 у нас в принципе вполне хватает 556 тоже весьма хватает так вот g36 надо будет кому-то из наших поменять так дальше баллистические очки мне также понадобится чтобы мы стреляли получше и хотя 7 утверждает что если напялить вот эти же самые баллистические очки допустим на ту же самую каску бонусы от очков не будет но все-таки мне кажется смысл в этом определенный есть напяливать очки на каску еще один жилет дай нима что очень замечательно но в целом во всем остальном трофеи видите сами ну ладно на этом я думаю пожалуй мы закончим а то и так уже искусственное затягивание и надо бы с этим завязывать ну что сохраняемся надеюсь вам зашло хотя ополчение действовало в основном за меня но тем не менее не хочу я уже особо париться долго со штурмом и со всем остальным поэтому я с вами попрощаюсь с вами был Блэквинг удачи в боях командиры до связи